всем здравствуйте с вами на связи еленям нотяду и я приветствую вас на своем канале я уже не знаю как как какой по счету это дубль дата у меня глаза начинает опять болеть то что-то как-то не камеру я неправильно установила сложно видимо расклад будет да я постараюсь потому что очень надеюсь что вот в этот раз все получится расклад у нас назвать как вы уже прочитали это влияние родительских деструктивных программ на вас расклад был предложен вадимом лукашенко он попросил чтобы я сделала расклад на тему именно взаимоотношения матери и ребенка в контексте какие возможно программы ибо сценария влияет на на ребенка ну в данном случае не важно сколько лет ребенку да но это именно формат но я решила его немножко расширить да и сделать влияние еще и на отцовских скорее всего отцовские программы поэтому мы посмотрим с вами и сценарий мамы и сценария отца примите ввиду что задача данного расклада это непосредственно только аналитика да то есть мы проанализируем ситуацию а уже как ее решать это уже будет формат либо индивидуальной консультации на либо это будет уже ваша самостоятельная работа когда вы должны будете нам помедитировать на ту информацию которую вы получили и как-то ее проанализировать и уже самостоятельно найти решение потому что не забывайте что в ответах на вопросы которые вы получаете самостоятельно заключается и ваш опыт этому особенно когда мы говорим речь касается программах сценариях убеждения которые мы перенимаем от наших родителей то это непосредственно прям такой хороший урок для нас и этот урок мы должны пройти самостоятельно то есть не перекладывание не перекладывание не перекладывая решение данной задачи на кого-либо другого то есть самостоятельно вот что я хочу сказать это как раз таки то за что у нас соответственно горловая наша чака умение находить ответы самостоятельно на собственные вопросы и это ей называется самостоятельностью и ответственностью и так у нас будет с вами две позиции потому что расклад будет достаточно большой чтобы он по объему не занимал много времени когда я буду его грузить я решила сделать только две позиции не знаю что происходит на ту горло то еще что то что то вот и видимо посмотрим что за расклад будет хорошо выбирайте пожалуйста первая вторая позиция итак отодвигаем позиция номер один сначала мы посмотрим мамин сценарий на самом деле сценариев много мы посмотрим один самый важный который влияет на вас я не буду смотреть много сценариев но один вот наш любимый сценарий касательно предательства выпал да который несет с собой вместе еще и сценарий непосредственно связаны с одиночеством и со свободой выбора поэтому кто выбрал первую позицию имейте ввиду что формат предательства однозначно который ну случается вашей жизни а он случается вы его переняли непосредственно от своей мамы возможно здесь знаете здесь такое вот ощущение что ваши родители они встретились не не на чувствах да не на эмоциях не по любви а здесь возможно было такое как будто бы понятной такой договоренности да что у либо бабушка с дедушкой с одной стороны и с другой стороны как-то договорились потому что здесь нету чувства любви я не ощущаю здесь что-то такого именно поэтому такая была некая холодность может быть один из вариантов да здесь для некоторых проиграется что возможно ваша мама была влюблена в другого человека но вынуждена была выйти за вашего отца здесь то есть она проигрывала вот этот вот сценарий до предательства то есть когда условно говоря предала своего человека за которого хотела выйти и создала семью уже с другим человеком и непосредственно на протяжении почти всей своей жизни вот это вот чувство одиночества либо у вашей мамы были какие-то желания я не могу сказать амбиции она не проходит здесь амбициозным человеком были какие-то желания которые она самостоятельно не могла реализовать не получилось да очень сильное влияние было родители и здесь получается так что как будто бы она придала какие-то свои желания какие-то свои мечты вот здесь просто проскальзывается это да нет и такое а своего рода жертвоприношения ради своей семьи именно ради своих родителей то есть пошла на что-то это не по зову своего сердца а ради того что ей сказали да либо сказали ее родители либо так нужно было да вот здесь вот такое проходит и здесь сразу так много сценариев пошло здесь пошло еще сценарий касательно свободы выбора да когда здесь человеку как будто бы навязывают какой-то выбор и это не не ее и ей нужно нужно было как-то слушаться да не смогла она отстоять свою точку зрения не смогла она как-то проявить себя и вот вот эти вот все сценарии до предательства одиночества не умение делать самостоятельно да свой выбора отстаивать свои границы вот этот вот весь потенциал набор он перешел на вас есть такое ощущение как будто бы замещение произошло как будто бы она вот эти вот свои потребности хотела реализовать через вас и возможно вот этот вот манер да вот это стиль мышления она передала вам но уже как будто бы в противоположную сторону ну например если она не не могла не умела делать свободу ну то есть у нее не было такого права сделать самостоятельно выбор здесь вот получается такое ощущение что как будто бы она навязывает вам свое собственное мнение да ну то есть точно так же как поступали ее родители да не давая ей права выбора точно так же поступает и она здесь так же очень глубоко прослеживается вот это вот ее боль одиночество что да я не смогла сделать то что я хотела я предала то здесь даже не к человеку идет возможно здесь каким-то своим мечтам да я не смогла реализоваться и вот это вот очень глубокое одиночество она выражается знаете как возмездие как наказание как будто бы она наказывает других людей за то что не произошло с ней и вот это вот одиночество может здесь проходить еще с чувством вины то есть навязывание как будто бы кто-то виноват а я не хочу быть одинокой и вот кто-то виноват в этом и и вы как будто бы должны мне что-то ну чтобы я не была одинокой то есть вы должны заполнять мне мою пустоту да то есть вот здесь вот такое как будто бы дети должны вот покрывать ей пустоту которую ну нереально закрыть вы знаете вот через служение да через сделай что-то для меня потому что мне одиноко потому что я не хочу быть одна не хочу находиться одна здесь возможно даже и многодетная семья проходит и не буду больше вытаскивать да еще сценарий мне кажется этого достаточно на маму потому что непосредственно предательство она уже несет за собой параллельно еще какие-то слои сценариев но давайте будем разбираться с одним и посмотрим далее итак как этот сценарий предательство вы реализуете вы в своей жизни то есть вам и вам его передала я объяснила уже причины какие могли быть откуда она переняла его да а как вы реализуете взрослой жизни вот этот вот сценарий знаете вот этот сценарий вы реализуете как некая такая пассивность вот помните я говорил о том что она не умела не смогла сделать выбор и вот эта вот модель да она у вас проявляется как зависание да как не умение сделать ну вот принять какое-то решение и некое такое зависание бывает такие периоды у вас в жизни когда вы ну долго ничего не происходит когда вы берете паузу для того чтобы что-то решить но не не потому чтобы сделать какой-то выбор да иногда нам нужно временно подумать а вы просто ну как это побегник некий такой побег да давай я возьму паузу ну своей жизни и это может быть само собой как-то вот реализуется то есть здесь идет полное отсутствие самостоятельности также проигрывается вот это вот та жертва когда ваша мама принесла себя в кавычках жертву до своей семьи вот вы также проигрываете роль вот этой вот жертвы вы также жертвуете собой ради других людей иногда возможно вы ощущаете себя жертвой жертвой обстоятельств но вот здесь вот это вот самостоятельности да вашей абсолютно нет здесь также проходят еще и эмоциональные качели вы достаточно терпеливый человек который долго может быть находиться знаете здесь могут проходить еще такие сценарии когда вами очень долгое время пользуется либо вы создаете какую такую ситуацию либо входите в отношения с теми людьми где с одной стороны вы чувствуете себя жертвой но и вы это осознаете но вы ничего не предпринимаете и при этом как бы так сказать терпите вот здесь вот вопрос терпения то есть да вот я как будто бы жертвую собой да каким-то своим временем ресурсами не важно чем но я буду долго долго терпеть того что происходит хотя вы видите что что-то идет не так что нужно решить вот вот вам не хватает вот этой вот решимости и у вас бывает очень долгое время зависания в некой такой неопределенности да в каком-то вот непонимании да каких-то ситуаций а что происходит но вы очень надежный человек вы очень терпеливый человек такой достаточно приземленный человек который знаете вот какие-то такие понимаете здесь нет каких-то таких возвышенных да идей то есть вы можете как-то пожертвовать собой ради какого-то удобства комфорта какими-то своими идеями желаниями вы жертвуете ради того чтобы все было стабильно чтобы все было понятно ну чтобы не было каких-то вот таких перемен вы не тот человек который хочет ну перемен вы достаточно прочные такие ну материальные люди здесь даже такое ощущение что ты как мама да можете допустим согласиться на какой-то допустим договорной брак потому что он будет выгоден то есть вот выгода да какая-то материальная она она значимая да здесь вот как-то такое здесь здесь у вас еще знаете есть такой некий не то что страх а вот вы как будто бы отгораживаетесь да от каких-то манипуляций с одной стороны да боитесь впать некую такую зависимость от людей но тем самым вы как раз таки становитесь заложником вот этих вот манипуляций потому что непосредственно проигрывая роль вот этой вот жертвы человека который ну которого нет вот этой самостоятельности опоры на себя который больше опирается на что-то внешне он тоже становится тем самым своего рода манипулятором то есть у вас есть такое вот знаете нежелание вы как будто бы не принимаете свои собственные ресурсы вы как будто вы не знаете свои силы и вот не хотите реализовывать понимаете здесь очень заниженная самооценка независимо от того вы мужчина или женщина здесь достаточно знаете вот хочется сказать что я извиняюсь за выражение да не обижайтесь пожалуйста вот такой знаете как будто бы зашуганный забитый человек но от этого есть какая-то выгода понимаете здесь прямо проскальзывается как будто бы я не хочу брать соответственность я не хочу быть какой-то выскочкой как-то вот проявлять какую-то инициативу потому что ну мне это не принесет ничего хорошего поэтому лучше я буду в тени вот здесь вот такие аспекты проскальзывают хочу сразу уточнить о том что поскольку мы говорим про деструктивные сценарии это будет не очень приятно принимать эту информацию поэтому отслеживайте внутри себя реакцию своего тела на то что я говорю если где-то в каком-то месте где-то там что-то защинит кольнет больно будет какая-то реакция это вот как раз таки показатель того что вот это вот слово именно для вас оно очень важно там есть какой-то глубокий смысл это то что должно выйти то с чем вы должны поработать не потому что это вас зацепило да это то что есть вас какая-то вот синевой вот этот аспект и он имеет непосредственно отношение к сценариуму а ну потому что мы сейчас это ну рассматриваем анализируем поэтому постарайтесь быть абстрагированы да того что я говорю на эмоциональном плане то есть просто принимайте эту информацию либо слушайте анализируйте но ни в коем случае не включайте эмоции хорошо почему-то мне захотелось вам это сказать потому что мне кажется будет очень-очень болезненная сценария здесь всплывать хорошо это мы посмотрели с вами как вы их реализовываете эти сценарии во взрослой жизни то есть как вы себя ведете теперь давайте посмотрим как эти сценарии не во множестве как этот сценарий мы один рассмотрим да как этот сценарий предательство повлиял на формирование вашего характера то есть насколько оставил отпечаток в вашем характере это напрямую имеет ваше отношение к тому как вы как построению семьи да и вообще все что связано с семьей и именно взаимодействие в семье то есть коммуникацию и общение в семье либо то как вы общаетесь с людьми то есть с одной стороны это напрямую имеет отношение к финансам а с другой стороны это напрямую имеет отношение к вашей семье одним словом это очень важные ценности в вашей жизни будь то это финансы будь то это семья этот сценарий о предательство он очень сильно повлиял а вот каким на формирование вашего характера вот что именно он сделал у вас обострилось качество справедливости то есть вот знаете здесь может быть еще такое что вот что правильно а что неправильно и вот это чувство справедливости в вашем характере оно настолько для вас актуально и болезненно что иногда вас люди провоцируют эмоционально выводя вас из вашего баланса то есть вы очень часто особенно в детстве видите те моменты что к вам относятся несправедливо вы реагируете очень сильно на справедливость на законы на то вот на слова нужно на слова правильно вот все что связано именно с с балансом все что связано именно с иллюзиями вот это вот прям ваше такое болезненное место вот честность да открытость это для вас вот прям очень-очень важно а также это влияет в вашем характере на то как вы принимаете решение то есть вот это вот оценка оценочность именно справедливость но опять-таки имейте ввиду что это субъективная справедливость то есть то как вы считаете что должно быть оно влияет непосредственно на принятие ваших решений иногда оно влияет на на то что вы бываете либо конфликтными да либо вы абстрагируетесь от людей наоборот закрываетесь и очень долго думаете для того чтобы принять решение а мы помним что ранее я говорила о том что вы зависаете это не медлительность это зависание в принятии какого-то решения еще как это влияет на ваш характер ну как формировало ваш характер вы знаете это очень сильно повлияло на ваше желание на ваши амбиции на проявление вас непосредственно в социуме именно на то что иногда включаются ваши эгоистичные такие качества когда вы хотите кому-то что-то доказать когда вы чаще всего вы больше кажетесь чем вы являетесь настоящим вот себя настоящего вы скрываете а то есть вы больше хотите показать своих наилучшие качества да а вот здесь вот вопрос еще знаете как-то двойственность непосредственно связанное со временем то есть с одной стороны вы зависаете а с другой стороны вы не можете адекватно не адекватно а скорее всего объективно оценить время да то есть ваше понимание время бежит достаточно быстро то есть вот то как видите вы и понимаете время и то как видят и понимают люди это абсолютно разные вещи иногда вы торопитесь скорее всего вы торопитесь своих высказываний да что иногда вот я говорила приводит к некой такой конфликтности и возможно вы сожалеете потом о сказанном хорошо теперь давайте посмотрим по какой причине эти сценарии до сих пор этот сценарий до сих пор работает в вашей жизни хотя почему один сценарий несколько я же озвучила правда карту одну вытащила но сценарий озвучила несколько по какой причине эти сценарии до сих пор вас работают потому что потому что потому что вы их не проработали потому что вы привыкли больше закрываться то есть когда бывают какие-то сложные ситуации вам легче закрыться да то есть вот этот вот побег нежелание в открытую отстаивать свою точку зрения потому что вы не умеете это делать и именно отстаивание своей точки зрения оно привозит вас приводит вас как раз таки к конфликтам которые которых не то что вы избегаете да потому что потом вы чувствуете себя жертвой то есть с одной стороны вы что-то скажете человеку да может быть даже иногда не подумав а потом сами себя вините корите начинаете включать вот эту жертву и уходите потом в одиночество закрываетесь то есть этот сценарий вы продолжаете проигрывать и причем вы закрываетесь начинаете размышлять почему я так поступил поступила да где здесь моя вина зачем и начинает вот это вот я не умею правильно общаться я не могу сделать выбор начинается вот это вот самоосуждение на самом деле у нас очень хорошая память вы никак не можете забыть многие моменты где либо вас обижали либо вы обижали и вот эти вот сценарии они они вам нужны на самом деле для чего для того чтобы это является какой-то отправной такой точкой в вашем росте то есть именно вы начинаете расти вы начинаете вы начинаете развиваться каким-то образом то есть они являются спусковым крючком для вас и последний момент который мы посмотрим по материнской линии какой опыт необходимо усвоить через проработку этого сценария то есть что вы должны понять во-первых вам нужно первое что нужно понять что вы являетесь тем сценаристом своей жизни да который управляет своей собственной жизнью и перестать надеяться на полагаться на судьбу это первый момент второй момент вы должны понимать что вы периодически уходите по одному и тому же кругу и только вы его можете разорвать и больше никто то есть не нужно ждать что появится какая-то благоприятная ситуация какой-то шанс и все поменяется в вашей жизни нет вы должны понимать осознавать что шансы даются не для того чтобы оно все как-то само собой поменялось а для того чтобы вы что-то увидели поняли осознали и начали приняли решение да чтобы вы как-то самостоятельно это делали во-первых ну самостоятельности вас учат во-вторых вас учат принимать уметь принимать решения уметь все просчитывать да не торопиться вот как я говорила ранее иногда у вас бывает такой момент и проработать вот этот вот момент ожидания да когда ничего не происходит когда все так рутинно когда все идет ну вот это вот зависание здесь даже может и не складываться как я говорила ранее семья да то есть ну либо вам сложно ее создать либо какие-то вот проблемы непосредственно с семьей вот здесь вот это тоже нужно будет проработать какие-то знаете пересмотреть уже старые устаревшие какие-то уставы семейные правила какие-то семейные которые уже себя изжили ну то есть вот надо как-то вот выйти из-под напора и влияния вашей семьи именно родительской семьи здесь вот эти сценарии они вам говорят о том что здесь может быть даже что многие из вас до сих пор как-то живут с родителями ну с мамой либо слишком близки к маме вот здесь вот это вот нужно разорвать вот это вот влияние да материнское и стать непосредственно самостоятельным человеком ну как-то вот научиться выстраивать свои границы да здесь нужны здесь нужны перемены здесь нужны перемены причем перемены они еще даже в состоянии да то есть не вы как будто бы вам не хватает легкости вы слишком контролируете свои эмоции слишком вот здесь свободы понимаете вам не хватает свободы и легкости вам не хватает как-то знаете вот эти вот ограничения которые вы себе поставили потому что вас так научили в детстве вот вам из этих ограничений нужно выйти потому что они вас подавляют да вот я нигде не видела каких-то вот кубков да эмоций больше это все мечи это великий аркан то есть здесь либо пендакли то есть здесь вот как раз так знаете вот ваша душа хочет какого-то высвобождения да какого-то обновления легкости расширения границ но эти границы вы сможете расширить и ощутить эту свободу только тогда когда вы в своем уме перестанете ограничивать перестанете жестеть по отношению к себе и перестать потом ну в дальнейшем вот проигрывать все эти уроки сценарии о которых я говорила выше потому что все равно вот это повешенной и умеренность они очень сильно влияют на вас так это у нас был материнский сценарий ну я же говорила что где-то на полчаса да большой расклад теперь давайте посмотрим может быть отдельно сделать надо было отцовска хорошо ну да теперь давайте посмотрим то же самое только на сценарий папы какой папин сценарий влияет присутствует передался вам выживание так ну вот как раз таки у мамы здесь предательство да здесь все так драматизировано было у отца выживание ваш отец он намного слабее чем ваша мама здесь здесь как раз таки смотрите как интересно пересечение идет да здесь вопрос выживания да это непосредственно материальный план да что я не смогу мне не хватит ресурсов мы будем голодать и у вас акцент как раз таки идет на финансы и на семью то есть здесь даже большей степени как-то пересекается да да перекликается с отцом о чем здесь вот этот вот сценарий выживания ну вот переживания сильнейшие переживания непосредственно в своей голове очень болезненный травматичный какой-то опыт связанный с финансами да здесь возможно вот ваш отец как-то когда он не знаю может быть здесь люди войну прошли ну вот здесь вот как-то вот голод непосредственно да либо какие-то экстремальные ситуации были когда действительно надо было выживать вот этот вот страх он остался да страх ресурсов что нам не хватит ресурсов но переживания переживания за деньги и переживания за свое мастерство возможно здесь у отца было раскулачивание то есть вот это вот знаете когда лишение чего-либо а достаточно ценного а и вот здесь вот этот вот сценарий был перенят у отца и здесь наверняка сейчас нам будет показывать о том что насколько вы реализовываетесь в профессиональной сфере да что вот тоже скорее всего есть влияние ну давайте посмотрим хорошо а как вы реализуете вот эти вот вот этот сценарий отцовский в своей взрослой жизни ну вот вы смотрите а здесь да мы говорим про отцовский сценарий у нас привлекается с материнским с ожиданием да когда я говорила что мама находится в одиночестве да вот это вот страх одиночества и вы периодически уходили там в отшельника закрывались теперь смотрите как ваши родители да как каждый влияет на вас и одновременно вдвоем они как-то влияние их пересекается потому что здесь уже вы реализуете этот сценарий непосредственно в ожидании то есть вы не проявляетесь в социуме не показываете потому что мама то дала вот эту вот жертвенность да не выскать не будь выскочкой ничего не делай да там служи другим вот это вот служение никому не нужно непонятно ты всем обязан ты всем должен и здесь получается как раз таки вот по папиной линии да вот это вот ожидание когда появится этот шанс когда я смогу себя проявить и этого не происходит вы очень долгое время ждете каких-то результатов своего труда не можете сделать выбор то есть отцовский сценарий мамин от мамы да берете то есть неумение здесь у нас было неумение делать выбор и у вас как раз таки получается что кроме того что вы очень долго зависаете не можете принять решение все-таки влияние мамы на вас оно намного больше нежели отца и здесь что еще получается вот вы не можете сделать выбор не двигаетесь да то есть получается так что пока ждал ждал уже и перехотел да пока ждал каких-то результатов что-то чтобы получилось да и мне уже как-то и не очень-то и надо и видимо был какой-то опыт да в прошлом что ну не пошли как-то есть такое время я же говорила это вот от мамы у вас вот это вот непонимание времени да почему потому что здесь давно надо было идти уже в новое но это новое оно останавливается в прошлом каким-то опытом прошлыми шишками больно вы не идете легко хотя душа ваша и вот здесь вот по-моему на линии она просилась на какие-то перемены на расширение на движение сделать шаг вперед сделать шаг в новое но у вас не получается опять карта выбора опять вы обманываете себя вы не можете сделать выбор вы не можете вот смотрите предательство мамина да вы не можете сделать выбор то что вы хотите на самом деле вы обманываете себя остановка да остановка и ограничиваете самостоятельно себя в своих возможностях а у вас возможности по солнцу есть у вас колоссальный потенциал огромная огромная сила способности способности светить быть лидером двигаться вперед получать вы достаточно удачливый человек по своей природе но вы этот ресурс не открываете хорошо давай теперь посмотрим как сценарий отца повлиял на на формирование вашего характера ну а влияние оно заключается в том что вы немножко жадина жадина как финансовом аспекте то есть вы вкладываетесь туда куда нужно здесь недостаток ресурсов да вы как будто бы постоянно вам тяжело тяжело с финансами вы держитесь за то что когда-то возможно наработали то есть вам не удается нет вот этой вот возможности совершить прорыв и преувеличить непосредственно свои финансы то есть вот и это связано с ценностью себя да то есть вот этот сценарий выживание да мне не хватит мне недостаточно вы и не переняли от отца и у вас вот этот характер вот это вот мышление да что деньги даются трудно здесь появились вот эти убеждения да что нужно держаться да нужно быть как-то более бережливым нужно не нужно тратить да здесь нужно экономить здесь это у вас понимаете это у вас высказывается их чувство да вы не говорите здесь вообще что с одной линии что с другой стороны вообще нету чувств никаких не умеете выражать не знаете как ну потому что не дали не научили и вы даже сами в этом в эту сторону не смотрите есть такое ощущение что вы полностью реализуете сценарий с вашего отца надо выживать надо вот работа это все трудно это обязанности очень много обязанностей которые вы берете из прошлого и не получается двигаться дальше вот ограничивает вас вы знаете вы даже когда почувствуете здесь такого первых а может быть аспект того что вы боитесь очень больших денег вы боитесь какого-то знаете успеха реализации себя иначе как вы будете поддерживать сценарий отца что жизнь трудно и сложно надо выживать вот и как вы это делаете этот страх реализовываете да вы непосредственно разрушается то есть как только вы у вас знаете внутри есть такое предчувствие что будет что-то ну либо какое-то хорошее предложение да а либо какой-то заработок вы это ощущаете и ваша жизнь реализовывается это как вдруг неожиданно вас уволили с работы да либо возможно вы получили какую-то большую там сумму денег и неожиданно произошла какая-то ситуация надо ремонт сделать машина поломалась его боже то есть там я как будто бы намечал на эти деньги что-то сделать какой-то прорыв а тут опять надо вкладываться да ну то есть такое ощущение что вам дается большая сумма денег и одновременно вместе с этой суммой дается какая-то проблема как раз таки в том объеме финансовом да которое вы получили то есть вот здесь вот идет периодически разрушение но вот этот вот страх как раз таки большие деньги для того чтобы поддержать вот этот вот сценарий выживания хорошо давайте посмотрим по какой причине эти сценарии до сих пор работают вашей жизни ну здесь потому что есть искушение здесь потому что есть привязанность к этому потому что вы как-то не можете определиться со своей ценностью да вы не можете сфокусироваться на том чтобы стать именно таким человеком здесь такое ощущение что вам нужно пожелать захотеть стать таким человеком и перестать вот по маминой линии постоянно жертвить ради других здесь такое ощущение что помните я говорил по солнцу у вас есть потенциал это условно говоря у вас есть вот эта вот энергия то что вам нужно и когда ее становится больше больше вы ее выплескиваете не используете в правильном русле в созидании на приумножении того что вы хотите чтобы стать цельным человеком а вы наоборот расплескиваете ну вот как я уже сказала да кто и появляется у вас лишняя копейка вы ее быстро быстро начинаете куда-то туда куда не нужно вкладывать то есть появляется ситуация обстоятельства когда вы избавляетесь здесь вот избавление а искушение оно связано с тем что вы знаете вот вы идете какую-то внутреннюю борьбу непосредственно связанные с иллюзиями а помните здесь у нас была по маминой линии справедливость да и вот вот это вот борьба внутренние это искушение да что люди поступают как раз таки предательство мамина что люди поступают неправильно да и вот здесь вот идет это внутренняя борьба а как правильно как нужно и вы начинаете фантазировать о чем-то мечтает допустим для себя и в то же время сразу себя останавливаете говорите нет сначала там родители сначала папа либо еще сначала кто-то а потом буду только я ну то есть вот и вы боретесь между тем что где я а где другие вот здесь вот борьба между вами и другими присутствует но она происходит в голове вашей и это вас обустошает также ресурсно то есть ресурсы это же не только финансы это же еще и энергия это время это все что связано с материи и вы сами себя загоняете в своей голове по какой причине ну причина в том что с одной стороны вы не нацелены на то ну то есть не разрешаете себе быть таким человеком причина вас однозначно хорошо какой опыт вам необходимо усвоить через проработку вот отцовского вот этого сценария но вам нужно уходить вам нужно идти в развитие вот смотрите вам нужно уходить от того что вы постоянно находитесь в голове о чем-то мечтаете о каких-то идеях да ну то есть вы очень много времени проводите в голове в размышлениях вот вы как будто бы не идете навстречу к самому себе не идете навстречу к своим желаниям вы наоборот от этого уходите отдаляетесь от того что в душе своей хотите да это может быть и занятие какое-то и какие-то мечты вот здесь вот вы вам нужно уходить от вопросов которые вы постоянно себе задаете почему почему со мной такое случилось почему я не могу найти свое предназначение почему я не могу найти реализацию вот эти вот все вопросы да поиск вот этих всех вопросов он не приводит вас ни к чему хорошему вам нужно уходить и просто идти дальше в свое развитие вот эти вот почему потому что вот эти вот все вопросы да они приводят вас к сожалению к огорчению вот вы делаете акцент больше своей голове на какой-то утрате на то что то что вы больше потеряли нежели то что вы имеете и это выводит вас из баланса понимаете то есть это забирает еще больше у вас ресурсов даже вот так вы и проигрываете вам вот это нужно понять что вот своими собственными когда вы не живете своей жизнью не живете тем что вы хотите не реализовываете свой потенциал внутренний да то у вас этот потенциал вы его отдаете тем кто может его реализовать а взамен у этих людей вы берете вот это вот свое огорчение сокрушения и неудачи и вам от этого нужно уходить вот этого нужно понять что вот этот вот сценарий отца для выживания вы его транслируете а это не надо делать то есть когда вы начинаете жить своей жизнью собственными то что вы хотите тогда не будет проигрываться вот этот вот сценарий ну вот это вот борьба за выживание мне не хватит чего начните делать то что вы хотите поставьте себя на первое место да здесь страшно здесь страшно проявлять свое мастерство свои таланты свои способности что-то строить новое раскрывать свои чувства понимаете наконец таки появились кубки вот раскрывать свою вот эту вот чувствительность да вот эту вот ранимость открываться вопрос доверия здесь встает вот это вот все ну то есть идти жить в соответствии со своей душой то что вы хотите вот здесь вот прям материя материя везде а вам хочется духовности если вам действительно хочется чего-то настоящего душевного такого родного вот такой опыт вам необходимо было усвоить через отца так поскольку у меня как мало осталось я их снова верну в колоду для того чтобы посмотреть еще и второй вариант так это у нас с вами был первый вариант напишите пожалуйста насколько отозвался этот этот эта позиция скорее всего не то что это так либо не так мне было бы интересно посмотреть именно какие слова вас задели либо какие выражения либо на что вы среагировали и что вспомнили какие ситуации допустим я вспомнил допустим услышал слово раскулачивание и вспомнил как мне допустим папа рассказывал о том как это было да либо там услышал о том что не могу делать выбор и вспомнил свою ситуацию либо вспомнил свою ситуацию где я не смогла либо не смог сделать выбор а мы с вами переходим в позицию номер два момент сценарий здесь проигрывается сценарий жадности жадности эмоциональной жадности когда сценарий который говорит о том что на всех не хватит да что на самом деле ресурсы ограничены но здесь вопрос жадность не материальная здесь вопрос на эмоции здесь ваша мама не была а а не открывала свои собственные эмоции она вам их не показывала но в принципе она никому их не показывала она все держала в себе здесь такое ощущение что человек который любит знаете как то уходить в себя человек который любит закрываться ну то есть такое знаете обычно это свойственно возможно мужчинам да как то вот отшельничество а здесь мне кажется что здесь ваша мама была такая здесь для некоторых проиграется то что у мамы были депрессии очень часто грусть какая-то вот эмоциональная такая знаете тоска мама уходила очень часто скрывалась знаете вот какая-то грусть проскальзывает в ее глазах да здесь она не не смогла знаете вот как женщина такая ну вот не смогла реализовать себя именно как женщина знаете знаете такое вот ощущение что некая опустошенность вот опустошенность именно женской энергии то есть как будто бы ей этого не хватало в ней не было этого проявлено вы знаете такая некая человек который потерял свои ориентиры по жизни человек который не знал почему я говорю в прошлом потому что все таки ну человек состоявшийся да уже в вашей жизни взрослой но этот сценарий ее вот это вот жадность связано с тем что она как будто бы себя не смогла реализовать как женщину она как будто бы не поняла у нее не хватало ей вот этой вот теплоты да вот этого вот понимания кто такая женщина да здесь как будто бы ей не хватало еще и финансов в какой-то степени да чтобы вот как-то красиво выглядеть что ли больше себя любить здесь человек который как-то вот как будто бы на себе больше экономил как-то вот даже когда уже была возможность допустим что-то ей купить такой дорогой она отказывалась знаете вот какие-то материнские вот эти вот качества да вот это вот теплота вот этого нету здесь идет опустошенность помочь вот ее знаете постоянные вот эти вот мечтания о том что наступит новый день и что-то хорошее будет знаете там эта вот надежда а чтобы как-то вот начать вот это даже в быту это оказалось что ну чего пускай допустим в занавески такие сейчас вот когда будет у меня возможность я перееду в новый дом и там вот я покрашу все, и там будет иначе, но это будет потом, это не сейчас, потому что здесь мне это не нравится. Вот эти вот ее ограничения постоянные, в какой-то степени даже, знаете, вот какой-то инфантилизм, вот эта вот детскость, с одной стороны, вроде бы переживает, очень переживает, знаете, за то, что всерьез ее не воспринимали именно как женщину, а как-то вот больше как девочку, вот это вот поведение достаточно, ну, незрелое, подшучивали очень сильно. Здесь почему-то мне кажется, что, знаете, вот ваша мама, касательно образования, я не могу сказать, что прям там есть 2, 5, 10 высших образований, нет. Здесь человек может быть достаточно начитанный в контексте того, что ей, возможно, нравилось читать, но вот такое ощущение, что каким-то вот острым умом, да, она вроде не обладала. То есть есть вот это вот, знаете, ну, желание каких-то путешествий, причем в голове, возможно, ей нравилось читать какую-то литературу, которая говорила о каких-то передвижениях, открытиях, о чем-то таком новом. Здесь, то есть я вижу, что человек, который много читает, но если, допустим, смотреть, как пишет, то достаточно не то, что вот безграмотный, но с ошибками, с очень большими ошибками. И, казалось бы, прочитав такое количество книг, можно было бы исправить грамматику. Это сейчас не в укор, это вот просто такой нюанс, когда вы можете, допустим, узнать как-то свою маму. Но в большей степени вот проскальзывает вот это вот, что, знаете, человек, который вот отдает и как-то отдает, конечно же, по-своему, да, там, любовь, заботу, ласку и все как умеет. Но здесь вопрос не в том, что она не умела, а здесь вопрос в том, что как будто бы, знаете, вот так вот поверхностно, снисходительно, что мне как будто бы и не надо. Ну, то есть, ну, есть дети, есть дети, то есть, ну, поели и поели. Какая-то такая, знаете, холодность, отстраненность. Ну, просто потому что вот у нее внутри была вот эта вот опустошенность. Очень частое непонимание вещей, которые происходят, и вот прям идет то, что вот на ней подшучивались, смеялись, да, может быть, за спиной смеялись над ней. Что, ну, как она себя ведет, что это за мысли такие. Вот что-то здесь вот такое вот идет. Хорошо, а как вы реализуете во взрослой жизни вот этот вот сценарий мамы на жадность? К сожалению, в взрослой жизни это очень сильно влияет на ваши взаимоотношения. Это, знаете, вот вы не можете проявлять свою женскую силу. У вас очень сильный характер такой достаточно, я не скажу, что мужской, но у вас есть вот этот вот потенциал, почему-то, мне кажется, что здесь женщины смотрят. Но вот если женщины смотрят, то здесь непосредственно идет что, неумение вот проявлять вот этих вот своей вот этой вот женской силы, когда, знаете, вот есть женщина, вот она входит в обовещение, и вот мужчины сразу как-то, допустим, такая картинка, когда женщина входит в какой-то аттрактир, да, и там мужчины пьют, ну, может быть, ругаются нецензурно, и стоит только появиться женщина, как она сразу влияет на все, и, ну, вроде бы, там мужчины там стол стали вытирать, вдруг там где-то крошки есть, там, ну, аккуратно вроде бы пить, да, чтобы там не облиться, не испачкаться, ну, вот как-то, знаете, проявлять свои лучшие качества. Вот это вот есть женская сила, то есть умение не подавлять, а умение проявлять именно вот эту вот энергию, когда мужчина хочет что-то делать, как-то вот улучшать себя, свою жизнь ради именно вот этой женщины, то есть без каких-либо проявлений словесных. Но вот здесь вот как раз-таки вот в отношениях вот этого не происходит. Здесь как раз-таки очень много проблем в отношениях. Отношения, они приносят вам какое-то вот, знаете, не то что опустушение, ну, очень много боли, каких-то, таких, знаете, ситуаций сложных. Ну, в общем, отношения для вас очень огромная проблема, очень-очень большая причем проблема. Они болезненные для вас, да, они вас просто, вы теряете себя, они вас опустошают. Если смотрит мужчина, то вот этот вот сценарий, он наполняет вас именно страхом создания отношений. То есть здесь как раз-таки сложность именно не то, чтобы выбрать партнера, а выстраивать гармоничные отношения. Да, здесь периодически происходит какое-то разрушение. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы не можете найти себе партнершу по душам, так, чтобы вы смотрели в одно направление, чтобы она была для вас именно тем человеком, с которым вот вы могли бы, допустим, идти по жизни, да, путешествовать, благодаря которым у вас бы открывались какие-то возможности ваши внутренние, да, именно мужские желания расширяться, желания что-то сделать. Вот постоянно отношения, они завершались, завершались достаточно болезненно. Хорошо, как этот сценарий повлиял на формирование вашего характера? Давайте посмотрим. Вы знаете, здесь идет то, что вы как будто бы больше акцент сделали именно на реализацию себя в социуме, да, именно на то, чтобы как-то постоянно улучшать свои навыки, постоянно работать над собой, постоянно работать над своим развитием, причем духовным развитием. То есть вот вы берете, если вы женщина, вы берете мужчину не интеллектом и не женской энергией, а вот именно какой-то духовностью, возможно, да, возможно, вот вы своим каким-то идеалом, да, здесь однозначно будет прослеживаться какая-то такая отстраненность, да, то есть как будто бы вы стремитесь к какому-то совершенству, к какому-то идеалу, который, ну, в принципе, он, ну, это некая такая утопия. А вот вы постоянно к чему-то стремитесь, да, вот именно в своем духовном развитии стать еще лучше, стать еще прекраснее. Вот вы работаете как-то со своей вот этой вот, с внутренним своим состоянием. И больше, конечно же, акцент на реализацию себя, на проявление себя в социуме. Но при этом вы все время как-то вот отстраненные, дистанциированные, вы как будто бы очень холодные. Вы прекрасны, да, вами восхищаются, но это как, знаете, как на картинке, вот на вас смотрят, а прикоснуться к вам не могут и создать с вами отношения не могут, потому что, ну, слишком вот этот вот барьер, да, вот эта планка настолько высока, что нереально дотянуться сложно, очень сложно мужчинам, потому что они проще. Слишком уж вы высоко ушли. Если мы говорим о мужчинах, то как этот сценарий приобрел на формирование вашего характера, то здесь вы полностью ушли в работу, да, ушли в работу, и, знаете, вот вы как будто бы хотите себе в партнершу человека, который, ну, идеальный, прям вот она, чтобы была идеальная, чтобы она была и умница, и красавица, и яркая, и эрудированная, и интеллектуальная, и со всеми могла общаться. Вот прям, знаете, такой некий-некий идеал. А если говорить о характере, то, по крайней мере, вы к этому стремитесь сам, как человек. Но больше у вас акцент идет на заработок денег, то есть почему-то вот финансовый аспект для вас, это вот, знаете, какая-то опора, какая-то стабильность, она придает вам некую такую уверенность. Но при этом есть вот это вот желание найти такую партнершу для себя, которая вот будет прям идеальная, идеальная. По какой причине этот сценарий жадности до сих пор работает в вашей жизни? Это связано с вашим выбором. Это ваш выбор, потому что для вас важно именно, важны ваши желания, важны ваши амбиции. То есть вы знаете, вы даже как-то вот, ну, уже, не знаю, может быть, разочаровались как-то вот в любовных отношениях, и как-то вот больше сфокусировались на достижении чего-то. Да, вы уже как-то, знаете, как будто бы успокоились, как будто бы сделали, ну, приняли для себя решение, что пока сейчас я, я не хочу, не хочу никаких отношений, сейчас пока мне дам шанс и возможность на то, чтобы реализоваться. Вот вы прям, знаете, сейчас проходите очень сильную трансформацию, и вы нацелены на то, чтобы, вот, знаете, проработать свое вот это вот ускушение. То есть, с одной стороны, как будто бы вы приняли вот это решение, чтобы быть в умеренности, да, как-то, вы знаете, исцелиться, а с другой стороны, вы хотите нацелились прям, опять-таки, духовная работа здесь идет, вы хотите проработать сценарии, непосредственно связанные с зависимостью, сценарии там, где вы ощущали себя в жертвы, сценарии, где в отношениях были вот эти вот приезды, уезды, когда ничего не происходило, какие-то паузы, остановки. Вот вы как будто бы сейчас для себя хотите пройти вот эту трансформацию, поменяться, измениться, поэтому отношения сейчас для вас не актуальны. И вот этот сценарий вам пока еще нужен, потому что, опираясь на него, вы сможете это все проработать. Да, здесь вы как будто бы, знаете, нацеленное, на то, что я смогу быть больше эмоциональной, эмоциональным человеком и открыться, если вы женщина, только тогда, когда найду себе императора. А если вы мужчина, только тогда, когда я стану, ну, более как-то вот ответственным, как-то уверенным, да, в своем партнере, потому что я не готов открываться. Здесь ваше как будто бы, какое-то решение, что вы не готовы открываться эмоционально. Хорошо. Какой опыт необходимо усвоить через проработку этого сценария? Вы знаете, здесь вот вам нужно понять, что на самом деле быть человеком эмоциональным, то есть уметь выражать свои чувства, это не так сложно, потому что для вас это действительно какие-то трудности, это преодолевание, преодоление каких-то препятствий, сложностей. Вот это приносит вам какой-то, знаете, какой-то болезненный опыт для вас. Вот вам нужно понять, что на самом деле быть эмоциональным человеком это не трудно и это не будет всегда приносить каких-то разочарований. Здесь вопрос просто в том, что каких партнеров и себе притягивали, а притягивали именно тех, которые помогали вам проигрывать вот этот вот сценарий закрытости, эмоциональный, каких-то ресурсов своих вы как женщина либо как мужчина не давали. Здесь не про финансы, здесь вообще про ресурсы, ваше внутреннее состояние, эмоции, время, то, что вот вы вкладывались, вот была какая-то вот эта вот отстраненность, да, и вам вот это вот как раз-таки и нужно проработать, то есть понять, что чувства – это не проблема, это не сложности. Здесь у вас очень жесткие правила касательно вообще взаимоотношений, касательно того, как выстраивается семья. Здесь очень, здесь должна произойти переоценка ценностей, потому что неправильное у вас видение здесь вообще все, что связано с эмоциями. Вам нужно пойти абсолютно другим путем, перестать себе придумать что-то, вот это вот ваша внутренняя борьба, что вот я сейчас себе это все напридумал, что меня никто не любит, я никогда не найду себе пару, партнера, и зачем это выражение этих чувств, лучше я буду закрытым, я никому не буду говорить, в общем, вот это вот все, это все, вот эта внутренняя борьба, вот это вот то, как вы сопротивляетесь эмоциям, да, это ошибочно, это должно, вы должны это понять и осознать, что есть на самом деле чувства, для чего они даны человеку, вот вам над этим нужно подумать и поработать, для чего, с какой целью вам нужно раскрываться, почему вот вы выстраиваете вот эту вот защиту, насколько она влияет, эта защита, в негативном ключе, когда вы закрываетесь, и от кого вы закрываетесь на самом деле, насколько вот это вот австрагирование от других людей, от выражения эмоций, насколько, чего она вас лишает, да, насколько она вам делает сложнее в вашу жизнь. Хорошо, давайте мы теперь посмотрим папин сценарий, вот по первой позиции, там очень хорошо пересекались эти сценарии, да, родительские, давайте посмотрим здесь, да, ну здесь проекции, как раз таки, вот прям, собралась пара, да, когда мама говорит, я тебе ничего не дам, да, эмоционально, я не буду тебя любить, я не буду тебе показывать, потому что я не умею, я не знаю, и я не хочу, и папа, который ее зеркалит, которая делала абсолютно то, что делала им мама, поэтому, если они, допустим, ругались и не разговаривали между собой, это было очень долго, до тех пор, когда какая-то ситуация, даже не человека, какая-то ситуация вынуждала их общаться между собой, то здесь идет полное зеркаливание, здесь, то есть в этой семье, я не могу сказать, что вообще понятие чувства, оно существовало, то есть не было вот этой вот любви и ласки, и как следствие у вас, поэтому и нету понимания о том, как выражать, как быть, именно выражать свою женственность, если вы женщина, вот эту свою чувствительность, либо если вы мужчина, вам сложно понимать чувства женщины, вы это не умеете делать, это очень-очень болезненно для вас, вас это напрягает, когда она начинает вам открываться, не обязательно, когда говорит о своих каких-то проблемах, вообще даже именно в принятии любви, все время вы ищете какой-то подвох, вам некомфортно, вы хотите убежать от этого, как-то вот отдаляетесь, очень сложный здесь урок, хорошо, папин сценарий именно проекте, да, отражение, да, зеркаливание, о котором я говорила, то есть вот эта вот модель, именно то, что есть во мне, я осуждаю это в других людях, то, чего я не могу получить, я тоже это буду осуждать в других людях, вот такой сценарий вам подарил папа, как вы реализуете его во взрослой жизни? Через страхи, ну вот и здесь выпала сила, сила у мамы, сила у вас, через огромные страхи, вот то, что вы боитесь, вы это и притягиваете, это поблагодарите своего папу, это вот сценарий отца, да, зеркаливание, он научил вас зеркалить, то, чего боимся, то и притягиваем, поэтому во взрослой жизни вы реализуете через, страхи, то есть то, чего вы боитесь, вы это и притягиваете, а чего же вы так боитесь, ну вот, во второй не так много арканов, которые говорят о страхе, да, это вот девятка мечей, которая говорит о сильнейших страхах, о ночных кошмарах, испугах, чувства вины, аркан силы в негативе, тоже говорит о страхах, и луна, три аркана, и три выпали на вас, то есть каждый идет по-своему, ну рассказывает, раскрывает нам ситуацию, да, вы реализуете, когда именно вам непонятно, когда ситуация непроясненная, да, когда у вас появляется желание, если вы мужчина, каких-то вот своих вот инстинктов, да, каких-то своих потребностей, вот это вот все не выражаем, это все как-то внутри себя держим, и очень-очень становится страшно, если женщина не умение проявлять своей женственности, не умение проявлять вот своих вот этих мягких каких-то качеств, вообще страшно, здесь, знаете, даже для кого-то, но это будет не для всех, слушайте меня, пожалуйста, не для всех, еще раз скажу, здесь может быть страх насилия у женщины, когда именно женщина, когда боится, что если она будет сексуальная, что если она будет проявлять вот эту вот свою женственность, свою нежность, она станет объектом сексуального насилия, либо вообще объектом насилия морального, но здесь больше идет сексуальный, и поэтому здесь женщина предпочитает одеваться по-мужски, да, больше мужскую одежду, чтобы не притягивать на себя внимание, чтобы не обращать на себя внимание именно как женщина, и я уверена, сейчас мы будем дальше смотреть, здесь будет проявляться очень много мячей, очень много мужских каких-то качеств, ну, то есть как компенсация, да, своей женской природы, мы ее в чем-то компенсируем именно мужскими качествами, если здесь мужчина выходит, то здесь проявление именно женщины, которая будет вас подавлять, то есть женщина, сильная женщина, активно вы будете бояться все время попасть в ее зависимость, под ее влияние, что вы будете подкаблучником, что вы будете все время переживать, что вдруг мне она изменит, а вдруг у нее кто-то там появится, и я буду постоянно вот в этом напряжении, я буду ревновать, вот здесь вот такие страхи будут выходить. Как эти сценарии повлияли на формирование вашего характера? Что и требовалось доказать. Вы человек такой достаточно воинственный в контексте борьбы, да, то есть вы такой непосредственно бунтарь, да, человек, который идет против чего-либо, то есть, знаете, вот в некой степени такой ежик, который готов к бою, который готов отстаивать свою точку зрения, человек, который все рушит, да, вот у вас энергия, они воинственные, энергии, они такие, не то, что вы злой человек, а вы жесткий человек и очень жестокий человек, то есть, если вы словесно вступаете в конфликт, то и позволяете себе это делать, то вы начинаете говорить слова, которые просто разрушают, которые просто убивают. Здесь вы человек, который даже если находите долгое время в отношениях, вы периодически будете хотеть выйти из этих отношений, разрушить, то есть вот эта вот энергия, да, подавленная, огненная, она у вас присутствует, да. Вам постоянно нужны какие-то перемены, вам постоянно нужны вот эти, вот знаете, трансформации, как-то вот вы себя ставите в жесткие какие-то условия, да, условия, где нужно выживать, где нужно бороться за что-то, да, где вы идете прямо на грани, на грани жизни и смерти, где вы катаетесь на разных эмоциональных качелях. Помните, мама дала жадность эмоциональную, то есть не умение проявлять эти эмоции, а в вашем случае, а папа дал отражение, да, назеркаливание, и вы проживаете, вы все время находитесь в каких-то крайностях, и это истощает вас, это забирает у вас очень много энергии. Вы защищаетесь от любых правил, на вас выпали все великие арканы на формирование характера, да, у вас есть четкое мировоззрение, и через призму этого мировоззрения, да, вы общаетесь с людьми и стараетесь их подчинить под свою картину мира, а все то, что ему не соответствует, вы это отрезаете, вы очень жестко можете убрать людей из своей жизни, отрезать людей из своей жизни, вы можете по справедливости, вы можете вокруг себя притягивать ситуации, либо людей, которые будут вызывать вас на эмоции, которые будут вас спровоцировать по маме, у вас нет такой возможности, вы не знаете, что такое эмоции, и поэтому они вас вызывают, а вам хочется все время доказывать, кто прав, кто виноват, вот эта вот энергия, да, потому что она есть внутри вас, и вы всегда будете притягивать себе людей, которые будут вам что-то говорить, которые будут вас убеждать, которые будут вам доказывать вашу неправоту, которые будут желать с вами все время конфликтовать, соревноваться словесно, да, переубеждать вас в чем-то, навязывать вам как-то свою точку зрения. Люди, которые будут вскрывать ваши иллюзии. Это будет болезненно. Хорошо, по какой причине этот сценарий, да, зеркаливания до сих пор работает в вашей жизни. Вы знаете, мы говорили про отношениях, ну, про отношения, да, но на самом деле этот сценарий работает до сих пор в вашей жизни, по той причине, что вы не обрели финансовую стабильность. Почему? Потому что в вашей жизни нет стабильности. Вы себя не реализовали финансово. И как это работает? Финансы – это очень важная составляющая для вас, показатель, да, именно кто есть главный. Это дает вам вот эту вот некую силу, и это успокаивает ваши внутренние страхи. И до тех пор, пока вы не реализуетесь финансово, до тех пор, пока вы не ощутите вот эту внутреннюю стабильность, вы не успокоитесь. А если вы не успокоитесь, вы будете постоянно вот эти вот, не то что агрессивные, а вот эти вот жесткие энергии транслировать. И люди будут к вам притягиваться, да, по созвучию, отражая вам эту жесткость. Поэтому лишь только тогда, когда вы поймете и получите шанс вот проработать вот этот вот свой опыт, что на самом деле вы являетесь причиной всего, да, того, что с вами происходит, потому что вы это отражаете. Это вас как-то вот еще успокоит. С одной стороны, финансы, стабильность, она успокаивает вас эмоционально, потому что вы понимаете, что вам не нужно уже ни с кем бороться, да, то есть, ну, мир будет отражать вам ваше богатство, ваше изобилие. Вот что вам нужно. А если, ну, это изобилие не духовное, вы, ну, вам не нужно, вам нужна опора, вам нужна материя, да, вот эти вот убеждения, что деньги решают все, и тогда я буду успокоен. И тогда я смогу, ну, как-то вот, как говорится, да, чем сердце успокоится. Вот этим сердце успокоится, и тогда вам уже не нужен будет сценарий отзеркаливания, тогда вот это вот ваше внутреннее изобилие, да, стабильность, вы это и будете иззеркалить, и вам это будет нравиться, да, вот это вот внутреннее успокоение. Хорошо, какой опыт необходимо усвоить через проработку сценария? Знаете, опыт из раненого ребенка, опыт именно, знаете, даже вот такой более душевный какой-то, когда вы потеряли доверие, доверие к людям, да, и доверие к себе, доверие миру. Вот здесь вот этот опыт, да, когда вы как будто бы вот именно закрываетесь от этого финансового благополучия из-за того, что у вас есть вот эта вот какая-то душевная рана. Вот смотрите, сценарий мамы жадины, да, эмоционально жадины. Вы свои эмоции закрываетесь. Почему? Потому что когда-то вас ранили. Ну, потому что этот сценарий, да, по отцу, по зеркаливанию должен был произойти. И вас должны были ранить, потому что вы слишком ранили кого-то. И вот эта вот боль, и вы закрылись. Закрылись эмоционально, стали проигрывать сценарии своей мамы. Закрылись эмоционально, и как следствие у вас закрылись деньги. Закрылись деньги, и у вас ничего не получается, у вас перекрылись дороги. И как следствие вы не можете прийти к стабильности финансовой и вот именно вот этому изобилию богатства, богатства опыта и непосредственно богатства финансового. То есть у вас напрямую вот это вот ваше душевное состояние, да, ваши эмоции, они напрямую связаны с деньгами. То есть одно связано с другим, а по своей натуре вы достаточно ресурсный человек, изобильный. Вам нужно проявлять себя. Вам нужно научиться проявлять себя ярко, да, не бояться себя самовыражать. Вот у вас такое ощущение, что здесь вопрос самовыражения. Помните, да, что по отцу вы притягиваете то, что вы зеркалите. Вы притягиваете то, чего вы боитесь. А здесь вы, как вариант, возможно, и боитесь больших денег. Да, вы их хотите, но вы их боитесь. Поэтому и не проявляйте себя как мастер, как профессионал своего дела. Вы не светите на, вы видите в этом некую трудность, сложность. Это, это, это ранит вас, понимаете. А на самом деле, как я уже сказала ранее, это все взаимосвязано. Вот такая у нас была и вторая позиция, и отцовский сценарий. Как я попросила в первой позиции, так и вас хочу попросить написать в комментариях, какие слова вам отозвались вот в этом, вот в этой позиции, да. На что тело ваше среагировало, да. Можете снова переслушать, если не отреагировали, ну, если не отметили, если не заметили. Вот прям, что внутри вас прям тронуло, дёрнуло, на что вы среагировали. Это очень-очень важно на самом деле, потому что вот через эти слова, это те ниточки, через которые включаются ваши сценарии. Вот, и как я говорила уже в вступлении, да, то расклады достаточно болезненные, потому что увидеть вот очень много негативных аспектов, но иначе мы бы не смогли это с вами проработать. Теперь это был анализ, ваша задача – работать самостоятельно, ну, либо на личной консультации, вот, либо самостоятельно через понимание, да, почему меня зацепили те или иные слова, почему я среагировала где-то болезненно, почему где-то у меня появилась вот эта вот агрессия, отторжение, да, желание закрыть желание расклад, желание как-то, ну, я не знаю, агрессивно себя повести, некое такое раздражение, непринятие. Вот с этими, со всеми эмоциями вы работаете, и это краски и есть проявление сценария. На самом деле я вытащила только два сценария, один на маму, другой на отца, но сценариев у нас очень-очень много, и у каждого они свои. И сегодня мы краски посмотрели, насколько они влияют, да, непосредственно на нас, на нашу жизнь, и кроме того, что у нас есть родительские сценарии, у нас есть еще и наши личные сценарии, которые также влияют на нас, и в совокупности, получается, мы формируем свою жизнь и свои собственные поступки, которые дают нам те действия, те результаты, которые частенько нас не удовлетворяют. И поэтому все проанализировав вместе, да, вы сможете понять, откуда растут ноги, что нужно поменять. А как сделать? Это уже ваша задача. Это уже ваша задача найти способ решения и практики, как это можно все проработать, ну, либо на индивидуальной консультации, и не обязательно у меня. Очень много хороших торологов, да, которые смогут вам проанализировать вашу ситуацию, дать вам ответы на вопросы. А я с вами прощаюсь, до новых раскладов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова